здравствуйте дорогие друзья меня зовут алексей душка я журналист сегодня в гостях сергей быков политический консультант здравствуйте сергей алексей здравствуйте сегодня будем говорить на такие темы хлопок на параде на 9 мая что испугало путина пригожин заговорщики сеет бунт бунт в армии и пригожин потерял страх об этом пишут сами россияне но об этом обо всем мы поговорим сразу после того ответим на вопросы от наших зрителей напоминаю что таблиц интервью короткие вопросы короткие ответы и blitz буду зачитывать по три вопроса от украинцев и по три вопроса от россиян начнут граждан россии эти вопросы дают нам понимание что действительно волнует их сейчас что сидит в их головах и вот первый вопрос в россии действительно начнется военное столкновение после поражения ее войне до россияне не прощают своим царям только одно это поражение и после военных поражений так или иначе происходит опричнина так или иначе происходит раздра и шатание все начинают бороться за княжий престол так так сказать почему другим народам российской федерации нужно отделяться разве мы плохо живем тут есть более глубокая проблема в россии всегда навязывался империализм и всячески подавал подавлялся национализм вот сейчас как раз то время когда национализм должен одержать верх внутри российской федерации это наверное кто-то задавал вопрос кто живет в москве и окна у него выходят на кремль следующая раз почему украинцы не хотят признавать тот факт что мы братские народы потому что украинцы и россияне никогда не были братскими народами но это все равно что говорили о том что россияне и зулусы это братские народы народы они не родственники не братья не кумовья и так далее теперь три вопроса от украинцев когда открежут когда отрежут крым от россии армия захватчиков будет полностью деморализована начнется массовое дезертирство или нет из российской армии она уже начинается и все больше и больше россиян сдается в украинский плен поэтому конечно с продвижением украинской армии вперед количество российских дезертиров будет увеличиваться россиянам стоит ехать отдыхать крым этим летом россиянам не стоит ехать в крым отдыхать этим летом и в принципе пора заняться формированием собственных институтов гражданского общества которые после победы украины будут формировать повестку дня в том что сегодня пока еще называется россией а вот россиянам что основались крыму после 2014 года после захвата аннексии крыма стоит ли выезжать из крыма или они смогут жить потом в украинском крыму нет я думаю что тем россиянам которых перевезли в во временно оккупированный крым необходимо вернуться на свою родину на свою малую родину всякую там брянщину урал закавказье и так далее им необходимо жить дома и строить свои независимые страны но если они очень захотят жить в украине это будет возможно для них я думаю что только в том случае если они откажутся от российского гражданства но это вряд ли хорошо давайте перейдем к вопросам который я говорил в начале нашего интервью темы да и вот одна из тем это пригожин потерял страх это вот прямая цитата с российских пабликов я сам не придумывал почему в последнем видео пригожин резко высказался и бросался обидными выражениями клуб капризных карликов это так сказал пригожин и дедушкой он обозвал некое существо которое мешает всей россии же можно вот подумать что этого на путине или нельзя так подумать мы можем подумать как как угодно так или иначе тут путину сводятся основные ниточки с одной стороны но мы также должны понимать что это может говорить о шойгу и его армейской клики в том числе а не только а путине но конечно же определенная колкости от пригожина звучали и в адрес кремлевского картина неужели шойгу и другие генералы это вот все такого невысокого роста как и путин я думаю что здесь речь скорее не об физических антропологических параметрах скорее об интеллектуальных параметрах потому что очень многим украинская армия в результате в своем продвижении вперед обязана именно тому что российской армии руководят эти вот пакетные интеллектуально карликовые генералы потому что это абсолютно неэффективное управление и как как говорится она приводит к тому что количество жертв со стороны российских оккупационных войск возрастает неимоверными темпами и при тех ресурсах можно было прийти абсолютно к другим показателям если бы конечно же там люди были по умнее хорошо если россияне не поняли пригожина а поняли точнее по-другому что это были высказывания в адрес путина как тогда укладываются эти высказывания и мнение что пригожин это и есть проект путина то есть свой же проект критикует своего же создателя или к это достаточно часто происходит когда чудовище франкенштейна восстает против самого же франкенштейн это абсолютно стандартная модель поведения я думаю что пригожин рассматривает себя как определенное будущее так называемый пост россии и будет претендовать на какую-то политическую субъектность разумеется если выживет тут как бы 50 на 50 как из 3 динозавра выживет или не выдерживает но я думаю что пригожин для себя рассматривает варианты какого бы то ни было существования после поражения путина но он должен прекрасно понимать что он отправится в гагу точно так же как и сам путь если эти были высказывания в сторону путина кто стоит за пригожиным что он себе такое позволяет или это путин на этом что очень не разрешает себя критиковать и я думаю что пригожин слушает целый ряд разных голосов поскольку не не только один путина ракоподит пригожина я думаю что скорее такой собирательный образ в том числе и российских олигархов в том числе и некоторых там иностранных олигархов опять же вспомним похождение пригожина по африке вряд ли он там выполнял задачи только одного путина скорее всего там были еще некоторые так называемые стейкхолдеры заинтересованные лица я думаю что пригожина говорит выдает определенную симфонию вот всех этих звуков а если не станет пригожина точнее все дадут команду в кремле убрать пригожина это будет легко сделать ведь все таки есть у человека частная военная компания значит есть частная военная охрана я думаю что это будет сделал достаточно сложно более того помните эти замечательные мемы когда было покушение на прилепина и взрыв прилепит шли мемы что шойгу говорил что я же я говорил пригожина они прилепит поэтому я думаю что уничтожить перевод пригожина будет достаточно проблематично но у российской армии этому что для этого есть тоже свои инструменты как это все-таки реализов давайте поговорим о следующей теме пригожин заговорщики сеет бунт в армии пригожин хочет перетянуть на свою сторону суровикина и других генералов или все же путин создает какие-то альтернативные методы руководства и запынуть через пригожина до чтобы вот пожурить там шойгу и компанию и или наоборот чтобы не пожурить а чтобы контролировать их случае неповиновения и бунта в армии я полагаю что скорее пригожин хочет взять на себя руководство российской армии и сказать что вот он такой первый пацан в деревне он весь такой супер классный супер эффективный и мол отправляйте этого оленевода пасти обратно оленей но я сомневаюсь что подобное у него удастся все таки есть определенная такая называется не картельный сговор определенная цеховая солидарность у российских генералов которые будут пытаться защищать шойгу до последнего уже когда российская армия будет отступать за кремль они все равно будут пытаться защищать шейгу хорошо если пригожина получится стать во главе российской армии то есть или министром обороны или теневым кардиналом до поставить министром обороны какого-то человека который зависит полностью от пригожина всего тогда ждать войне я сомневаюсь что такой человек сможет удержаться в российском генералитете и у руководства министерства обороны все-таки там основную силу представляет именно генералитет российской армии ну или так называемой российской армии и они будут делать все чтобы не допустить подобной истории если подобный человек появится тогда мы увидим еще большее проблемы с российской стороны что будет играть на руку поэтому я не я даже не предполагаю что подобные сценарии могут реализоваться конечно пригожин бы очень хотел стать министром обороны уверен что с превеликим удовольствием он бы взял под себя управление всей этой большой махиной и это могло бы сулить там изменение какой-то тактики но это бы все равно не привело к кардинальной смене по повестке дня на долго еще шойгу будет терпеть пригожина я думаю что долго до последнего до финала то есть нельзя трогать пригожина до лысого не трогайте он наш думаю что приблизительно так думают в российском так называемом военно-политическом руководстве хорошо давайте случая теме хлопок на параде все попали кадры видео достаточно сильного хлопка в россии в москве на этих кадрах видно как путин и президенты прям немножко даже до нервничали особенно путин то есть кремре реально ждали ударов по параду от вооруженных сил украины или просто вот ну испугался человек с кем не бывает ну хлопнуло что-то сильно но смотрите те вот так называемые международные лидеры которых загнали к путину они прекрасно понимают что от украинской армии можно было бы ожидать атаки по путин с другой стороны был был ли в этом смысл мы сомневаюсь что смысл такой был тем не менее страх был на лицо особенно было весело наблюдать за пашиняна который подбежал к путину и такой давай давай нас уже куда-то уводи там давай куда я вляпался чего у меня сюда притащили приволокли страх читался на глазах у всех присутствующих но и в первую очередь у самого вот получается что путин этим парадом пытался продемонстрировать что сохранил еще влияние кремля на центральную азию то есть идет приглашенные лидеры государства но ведь например президент казахстана мог же не приезжать или не мог просмотрели президент казахстана могут приезжать а мог бы в принципе и отказаться от этого но вообще присутствие тех или иных лидеров государств на этом параде это была не заслуга самого путина это была заслуга в первую очередь китайской народной республике именно благодаря влиянию китая на центрально азиатские страны эти лидеры в принципе и приехали поэтому от путина тут зависело мало и он скорее всего прогнулся в очередной раз перед китаем для того чтобы тот же самый такая приехал и кстати обратите внимание у такаева не было георгиевской ленточки всяких там значков каких-то элементов потому что казахстан долгое время отстраивает собственную идентичность и все чаще и чаще все больше и больше отходит от вот этой вот фейковой советской идентичности и все всячески пытается выйти из-под любого влияния кремля ну и мы видим это опять же и по отношению казахов к бежавшим россиянам от мобилизации там она очень ярко демонстрируется но и относительно в целом почему приехали эти лидеры государств они их туда свезли для того чтобы путин смог сказать им в случае атаки мол вперед давайте объявляйте войну украине потому что это вот она на вас напала целью был не я целью были вы украинцы мол такие сики террористы и нацисты и как они это любят как это любит называть наркоманы очень наркоманы да и так далее все стандартные мантры владимира путина возможно это было одной из причин почему никакой украинский беспилотник не приземлился на красной площади на этот единственный танчик на параде я думаю что путина был бы тогда повод просить о дкб оружие которое так с не хватает российской федерации причем советское оружие на котором надо никого обучать и она моментально могло бы уступить в бой да и очень было бы прекрасно посмотреть как по дкб отправила в мира путина по большому кругу искали шинусаре у нас свои свои задачи нам надо сохранять собственную безопасность не до твоих войну и тем более марать руки кровью украинцев вам во твою честь то не и вот кстати вот самый наверное интересный момент всего парада это танчик до который был единственный и второй момент о том что сидим пин таки не поздравил путина даже дипломатической открыткой посмотрите один танчик это все что осталось от последних складов мосфильма которые все еще не отправились на фон это прямое показательное такое выступление того что россии нет как бы то ни было военной мощи уже они всю эту военную мощь растратили с другой стороны почему можно было ведь привести с фронта там что-то отремонтировать хотя бы минимально там забить фанерой дырки от пули снарядов и провести по красной площади но я так понимаю что россияне были бы очень недовольны что техника идет по красной площади они воюют на фронте поэтому все что есть они и так отправляют на фронт стараются особо этого не показывать мы плюс большое количество российской военной техники было бы абсолютно легальной целью для украинской атаке но самая важная вещь этого парада си дзин пинь не поздравил путина как считаете почему я считаю что именно из-за того что си дзин пинь пытается всячески откреститься от чего бы то ни было общего в идеологическом ключе между китайской народной республикой так называемой российской федерации потому что китай прекрасно понимает токсичность путина лично и всего путинского режим и он точно не хочет чтобы современный китай отождествляли с расистами это означает что-то в планах китая по поводу россии или как раньше было так и было вы нам нефть мы вам что-то я думаю что условно подписывать капитуляцию россии будет какой-то российский представитель которого согласуют пикин давайте поговорим на следующую тему что с лукашенко лукашенко не мог присутствовать на обеде с путиным по состоянию здоровья это вот после парада да и на параде он там что-то шкуртыльга по украинской акции там по-русски хромал хромал до хромал и провозили его там на каком-то автомобильчики это потому что ему реально плохо или лукашенко хитрый жук который что-то знает и что-то задумал хитроженко чуть не сказал лукашенко конечно же хитрый жук но я думаю что какое-то общение с кем-то привело лукашенко травмам не замуж там новичок как условно или еще что и это не позволило картофельному фюреру быть на совместном обиде вы считаете что то что случилось лукашенко это дело рук российской федерации ну не знаю можем предполагать как угодно потому что мы не располагаем достаточным количеством данных для того чтобы делать не было существенные выводы мы видим конкретный факт лукашенко с перемотанной рукой мы видим конкретный факт отсутствия лукашенко на обеде и мы видим заявление о том что есть проблемы со здоровьем но на основе этого ограниченного количества фактов крайне сложно пока еще делать какие бы то ни было выводы посмотрим что будет дальше давайте попробуем спрогнозировать если завтра лукашенко шесть человек понесут на плечах понимаете о чем что произойдет беларуси будет передача власти сына лукашенко будет захват власти военными российскими военными россия какой сценарий более вероятным я не думаю что сыну лукашенко вообще хоть что-то светит в республике беларусь но с высокой долей вероятности можно прогнозировать что россияне будут пытаться ставить какого-то собственного ставленника который попробует отправлять беларусов в украинскую мясорубку но как на это отреагируют белорусские военные белорусские генералы которые прекрасно знают настроение в белорусских войсках что белорусы не хотят идти воевать в украину и всячески этому противятся и они с намного большим удовольствием развернут собственные танки в сторону кремля персон повторится в пропагандисты говорят готовят россиян к отступлению своей армии об этом говорят новые методички и главный пункт что не украина будет успешно наступать а запад дает очень важное оружие россияне поверят то что это опять запад это вот отступают россияне потому что не украинца все это вот натовские чернокожие геи и все тогда и так далее конечно почему им вдруг не поверить они 20 лет верят в это вранье с какого перепугу они вдруг сейчас начнут включать голову включать мозг и говорит что а это все не так все неправда киселев нам врет нет они точно также будут верить что это не украинская армия отвоевывает собственные территории а это там какая-то нато с какими-то своими неграми гомосексуалами и так далее пытается россиюшку развалить и не соглашаться с новой геополитической реальностью российская пропаганда работает очень мощно на внутреннее население поэтому нет ни одного повода который позволит нам даже предполагать что большая часть россиян не поверит в пропагандистские клише киселева соловьева и вот этой вот всей пропагандистской клики говорят что последнее время высу умножает веру россиян в путина и в свою армию примут на ноль очень показательно особенно когда российские части активно сдаются в плен вооруженным силам украины о чем кстати и пригожин тоже в последних своих видео говорил и что подтверждали свою очередь вооруженные силы украины россияне активно активно сдаются в плен потому что они понимают что намного лучше попасть в украинский плен где они будут одеты сыты с нормальным здоровым сном нормальным питанием чем вот гнить в украинском черноземе и ожидать только одного когда их убьют лучше в безопасности побыть до конца войны и потом вернуться к себе к собственным семьям как считаете испуг в россии по поводу наступления украинских вооруженных сил растет или об этом только переживает приграничные районы россии с украины я думаю что об этом переживают в первую очередь приграничные районы между россией и украиной дальше это вряд ли проходит потому что если мы посмотрим российскую пропаганду то они стараются всячески избегать подобной темы и наоборот сеять выдумку о том что все не так однозначно нет такой достаточной помощи украине европа устала от украины американцам самим надо готовиться к выборам поэтому им не до украины становится так что все будет окей все будет окей все будет окей но в результате эти иллюзии разобьются как хрустальная ваза железобетонную стену это повышает рейтинг в иисус среди россиян но определенный уровень доверия к вооруженным силам украины стороны приграничных районов российской федерации конечно возрастает эти районы уже готовы отдать крым главное чтобы война не превратил ну не не прикатилась туда самое главное что у россиян растет доверие к русскому добровольческому корпусу который и будет вести войну на территории бывшей российской федерации и освобождать так называемую российскую федерацию от власти кремлевского карли когда россияне начнут приходить к выводу что вооруженные силы украины меньше по численности меньше по вооружению да пусть даже западным оружием но вот они сильнее этой великой могучий армии которые вот о которой мы рассказывали последние 20-30 лет просто россияне наконец-то видят что их как называемая российская армия абсолютно невеликая и абсолютно не могучая и и спокойно можно уничтожать разбивать так как этого только может захотеть и никакой реальной мощи там нет сейчас уже новое время когда количество минометов не играет такую основоположную роль когда точность когда качество важнее чем количество и россиянам придется с этим столкнуться воочию и в этом убедиться воочию получается что вот рухнет миф о второй армии мира ну вот окончательно да и что тогда россия будет делать после этого вот во что им нужно будет поверить чтобы россия не знаю не исчезла с карты мира мне кажется что вопрос существования сирии как такой единой общности фон он решен владимиром путиным и решил решен отрицательно российская федерация не будет существовать в тех границах которых она себе представляет и в новойке здесь владимир путин и что будет делать те люди которые живут на территории сегодняшней так называемой россии им надо будет вспомнить о том что они не россияне они мордва они чуваши они татары и надо вспомнить о собственных национальностях о собственных народностях и думать как сделать собственные нации как жить самостоятельно для того чтобы не платить вечно дань новому старому кремлевскому карлику или кремлевскому долговязу а чтобы самим платить по своим счетам и самим зарабатывать деньги и самим вести определенные возможно даже геополитические игры принимать участие в международных мероприятиях поддержки международного мира самое главное что у них тогда будет достаточное количество денег ресурсов для того чтобы улучшать жизнь людей в собственных республиках и это очень важно чтобы они начали понимать а вот началась которая станется россии до проб ну правоприемником россии вот какую идею им будут продавать вместо вот идеи мы самые сильные мы самые великие потому что второй армии мира уже нет что будут им говорить чтобы как-то сплотить как-то держать чтобы ну вот как там манипулировать кими людьми не знаю не демократию же там в виду но все будет зависеть от того на какой территории она будет насколько будет ограничена эта территория так называемой пост россии если это будет условно москва и московская область плюс питер это одна конфигурация если это будут большие территории это с этим другая конфигурация но так или иначе ни о какому имперском наследии уже речи точно не идет им надо будет строить какой-то у это новую архитектуру власти с абсолютно новыми ценностями абсолютно новыми национальными идеями или национальной идеей и исходя из этого уже строить собственную новую государство но разумеется что важную роль в этом процессе будет играть украина и украинцы потому что во многом именно украина и украинцы будут определять какой будет вообще карта условный пост россии хорошо давайте ответим на второй блиц от наших зрителей напоминаю что это короткие ответы короткие вопросы и формат второго блица это продолжите фразу и вот такой вопрос от зрителя который нужно продолжить ответ российская армия сдаст крым если продолжите фразу если настанет тот момент когда путин даст приказ сдать крым а когда-то так или иначе наступит то есть сами без без выстрела они его не отдадут ну а как можно если они подневольные люди условно говоря лишь будут прикрываться приказом нам приказа не было россияне окончательно поймут что вооруженные силы украины сильнее их армии после после того когда путин отправится либо в гагу либо на тот свет то есть это уже после поражения фактически да потому что они до последнего будут бить чулом в пол и доказывать что мы все равно всех могущественнее сильнее самый страшный сон простого россиянина это это какой-то американец водружает американский флаг на деревянный разваливающийся туалет в россии украина будет в нато когда победит российскую федерацию это событие станет решающим в поражении россии назовите его возврат крыма под контроль украины из после крыма считая российская армия разбежится начнутся центромежные процессы внутри российской федерации называемой федерации и вот начнется каста тот самый главный разблок и большое спасибо сергей за сегодняшнее интервью очень интересно все четкое по полочкам хорошего вам дня и ждем победы украины спасибо и вам тоже хорошего дня